Героин, марихуана, традиционные, как их называют таможенники, наркотики нынче не в моде. Большая часть изъятого на сегодняшний день зелья синтетического происхождения. 98% по данным контролирующих органов приходят из Китая. В Россию наркотики попадают через автомобильные пункты пропуска, но большей популярностью у заказчиков смерти пользуется почта. Но и там все держат руку на пульте. Первый момент это когда работа начинается от результатов таможенного контроля, когда при входе посылки на территорию Российской Федерации, при его приосмотре почтового отправления обнаруживается вещество, и отсюда начинается цепочка последующих действий. Второй момент это работа от лиц, так скажем, непосредственно, которые получают, то есть попадающих в поле зрения. Зачастую силовикам заранее известно, кто и что заказывает. Отсюда хорошие результаты пресечения преступлений. Бывают случаи, и когда заказчик не догадывается о том, что совершает преступление, выписывая из-за рубежа лекарственные или сильнодействующие препараты, некоторые из которых также вне закона. В основном речь идет о добавках, используемых спортсменами. Они начинают принимать эти вещества, при этом организм перестает вырабатывать сам тестостерон. И через какой-то период времени человек, естественно, он очень сильно теряет здоровье, это оказывает влияние на основные жизненно важные органы. И вот это вот именно первый эффект, который получает лицо, то есть это наращивание мышечной массы, да, оно, конечно, впоследствии очень сильно влияет на все функции организма. Эти люди рискуют не только подорвать здоровье, но и получить административный штраф, либо вовсе сесть в тюрьму. Провести запрещенный товар незамеченным крайне сложно. За порядком на пунктах пропуска следят квалифицированные сотрудники и их четвероногие помощники. Например, это бельгийская овчарка Балто. Обмануть ее нос практически невозможно, но в этом большая заслуга кинологов. В нашей работе собака – это практически 70% нашей работы, то есть индивидуально кинологов. Потому что закрытый чемодан, не в каждую же сумку залезешь, откроешь. То есть на это нет основания. Собака, если там что-то есть, то есть она, проходя, обследуя своим носом, она может это найти. Мы их любим. Они партнеры, друзья наши. На балансе кинологического отдела Самарской таможни, который существует с 2008 года, пять четвероногих экспертов. Но ухо востро держат все сотрудники таможни. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Павел Баймаков, Сергей Баскин.